Приветствую вас! В конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века Советский Союз, как и многие страны, столкнулся с проблемой, когда топлива для все более и более растущих нужд просто не хватало. Страна постепенно восстанавливалась после разрушительной Второй мировой войны. Отстраивались заново города, деревни, заводы. И для всего множества строительной техники требовалось дефицитное топливо. Также это топливо требовалось и для сельхозтехники. И чтобы хоть как-то решить проблему с дефицитом топлива для обработки огромных территорий пахотных земель, советские инженеры начали искать альтернативный вид топлива. И вскоре он был найден, и им стало электричество. Оно было более дешевым, чем бензин или дизельное топливо. Да и на реках было построено множество электростанций, которые без проблем восполняли нужный объем электроэнергии. Так почему бы не сделать технику, работающую на электричестве? И в первой половине 1950 года во Всесоюзном институте электрификации сельского хозяйства доктором технических и наук Листовым и инженером Сыценко совместно со специалистами Харьковского тракторного завода был разработан сельхозтрактор, который работал не на дефицитном топливе, а на электричестве. За основу будущего электротрактора был взят гусеничный СХТЗ НАТИ. На стальную клепанную раму вместо 4-цилиндрового керосинового карбюраторного силового агрегата был установлен электродвигатель мощностью 38 кВт, питающийся трехфазного переменного тока напряжением 1000 В. Питание к этому электродвигателю подавалось по специальному четырехжильному силовому кабелю длиной 750 метров. Для того, чтобы разместить этот длинный кабель на тракторе, позади электродвигатель установили специально разработанный для этого барабан. В процессе работы на этот барабан электрокабель наматывался или разматывался с него при помощи механизма. Чтобы кабель не попадал под сзади идущее прицепное оборудование, предусматривалась специальная направляющая стрела. Далее кабель шел перед движной трансформаторной подстанцией, которая в свою очередь подключалась напрямую к линии электропередач при помощи токосъемной мачты. Трактор без перемещения подстанции обрабатывал от 15 до 60 гектаров земли, а при использовании дополнительной кабельной тележки свыше 200 гектаров. Для защиты от осадков и пыли электродвигатель и барабан закрыли большим обтекаемым капотом, отчего вид трактора немного изменился, а саму одноместную кабину для лучшего обзора пришлось поднять. Трансмиссия, а также сама ходовая на четырех балансирных каретках святыми цилиндрическими пружинами осталась без изменений. Гусеница трактора была выполнена из венив, отлитых и высокомарганцовистой стали. Но, к сожалению, как бы хорошим не был этот электротрактор, свои недостатки он имел, и главными недостатками считались его цена и быстрый износ дорогого кабеля питания. Кроме того, неспособность самостоятельно передвигаться в недосягаемости сетей и то, что трактор не мог самостоятельно перетаскивать питающую подстанцию, для этого требовался обычный трактор, способствовало тому, что разработка себя просто не оправдала, хотя позволяла экономить тонны дефицитного топлива и смазочных материалов. А открытие огромного месторождения нефти в Казахстане и вовсе поставило жирную точку в дальнейшей судьбе трактора, работающего от электричества. И предприятие, выпустив партию с 32 тракторов, дальнейшую работу по электротрактору свернуло. А если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, так же приведется ваша комментария. Желаю вам всего хорошего, пока!